Битва за Иркутск тем временем подошел срок, когда бойцу следовало оказаться на свободе. Стены тюрьмы он покинул в феврале 1998 года, когда ему уже было 37 лет. Первое время авторитет путешествовал по России, например, побывал во Владивостоке в гостях у Джемма. Во время поездок боец постепенно привыкал к новым жизненным реалиям, несмотря на то, что пик бандитских разборок миновал. Времена по-прежнему оставались смутными. Присутствовала неразбериха и на криминальной арене родной бойцу Иркутской области. К власти там отчаянно стремились представители кавказского криминала. Славянские авторитеты сопротивлялись как могли, но силы были не очень-то равны. Боец хорошо понимал, что япончик не просто так короновал его. Криминальный патриарх возлагал на надежного и бесстрашного крестника особые надежды. Боец, в свою очередь, старался оправдать все чаяние крестного отца, но к моменту своего освобождения он, по сути, остался один. Масю убили в 1991 году. Его автомобиль, начиненный взрывчаткой, взлетел на воздух на подунской трассе города Братска. В 1995 году в Москве на Хорошевском шоссе расстреляли солому. Еще один уроженец Иркутской области вор в законе Сергей Лепчанский – Сибиряк. Тот самый, что в 1994 году собрал скандальную сходку криминальных элементов в Бутырке, пропал без вести два года спустя. Верный друг Сибиряка Сергей Комаров, Комар, пытался было найти концы в этой истории. Но накануне встречи с частным детективом, которого Комар нанял для поисков приятеля, авторитет был расстрелян киллерами в подъезде своего дома в Петровско-Разумовском проезде. Помимо напряженных отношений с кавказцами, боец столкнулся и с неприязнью местных отморозков. Молодая бандитская поросль отказывалась беспрекословно подчиняться даже такому авторитету, как он. К тому же все действия братвы нового поколения были направлены лишь на собственное обогащение, а не на противостояние захватчикам региона. Подобное отсутствие единых целей в итоге свело на нет все усилия бойца по отвоевыванию Иркутской области у кавказского криминала. Ко всему прочему, в конце 1998 года, накануне зимних праздников, боец чуть было не распрощался с жизнью. В роковой день он как обычно вышел из дома в Иркутске и направился к своему автомобилю Мерчадес 600. Но не успел вор открыть дверь машины, как грянул взрыв, оказалось, что злоумышленники заложили в припаркованные рядом Жигули самодельную бомбу, начиненную металлическими шариками и гвоздями. Взрывной волной бойца отбросило на 10 метров, но он выжил и угодил на больничную койку. Его телохранителю и двум случайным прохожим повезло меньше, от полученных ранений они скончались. Однако враги бойца не успокоились, лишь поменяли метод расправы, они сумели подмешать в еду авторитета мышьяк. С тяжелым отравлением вора доставили в больницу, где врачам удалось вытащить пациента с того света. Боец, осознав, что не сможет в одиночку воевать со всеми, решил временно пожить в Москве, куда и отправился вскоре после выписки из больницы.